В России принята программа поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных учреждениях на 2012-2018 годы. Сейчас, по данным Министерства труда, более 14 миллионов россиян работают в учреждениях социальной сферы. Из них большая часть в сфере образования, а также в сферах здравоохранения и предоставления социальных услуг. Как идет работа в этом направлении в Чувашии, обсудили на совещании под председательством Михаила Игнатьева. Поэтапная программа называется потому, что осуществляться она будет в три шага. На первом этапе разрабатывается нормативно-правовая база. Затем с работниками начнут заключать эффективные трудовые контракты. Будет введена прозрачная схема оплаты труда руководителей. Поэтапно будут повышаться зарплаты у бюджетников. Они должны быть не меньше, чем в среднем по региону. Сейчас в Министерстве финансов республики идет активная работа по подсчету сумм, которые необходимо заложить в бюджет для повышения зарплат. Индекс будет расти поквартально с первых чисел января, апреля, июля, октября. Предлагается идти поэтапно, именно потому, что нам поставлена задача по квартально-среднеквартальному зарплату по категориям приводить по определенным индикативам к средней заработной плате по субъекту. В сфере здравоохранения в республике практически уже сегодня достигнут уровень зарплат, как в среднем по региону. Вопрос остается с заработной платой младших медработников. Для того, чтобы увеличить индикативный рост с 37 до 50%, нам необходимо значительно повысить заработную плату с младшим медицинским работником. В целом, для того, чтобы выйти на годовую цифру, это 131 миллион. Что касается социальных работников, то по социальным работникам тут реально вот это повышение видно. То есть и на сегодняшний день по социальным работникам, имея сегодня вот эту цифру соотношения к средней по региону 34,5, мы должны выйти на среднюю 47,5. То есть для этого необходимо 60 миллионов рублей. То есть эти цифры все прописаны. В принципе, плавное повышение, начиная с 1 января, это все прослеживается. То есть мы в среднем по году на 9 120 мы должны выйти. Чтобы выйти на необходимые показатели по заработной плате в сфере образования республики, дополнительно потребуется 990 миллионов рублей. Эти средства пойдут на оплату труда педагогов учреждений начального и среднего образования, работникам дополнительного образования и научным сотрудникам Института культуры и Института образования. Также должны проиндексироваться зарплаты сотрудников образовательных учреждений, находящихся в ведении Минкультуры и Минспорта Чувашии. Таким образом, благодаря новой системе оплаты труда должна будет соответствовать сложности и качеству оказываемых услуг. А это, в свою очередь, позволит решить немало вопросов. Например, текучку кадров, напряженность на рынке труда. Галина Титарчук, Евгений Анисимов, Республика.